Напомню, сегодня 27 мая, отмечается День библиотек, и наверняка наши школьники уже получили список литературы на лето. И у меня возник вопрос, вот почему одни любят читать, а других читать не заставишь? В этом вопросе попробуем разобраться вместе с нашим клиническим психологом Габарином Макарином, который сегодня в студии Утро Первых. Ирина, доброе утро, приветствую вас. Доброе утро. Чтение, как говорит Мария Лазарева, это самый прекрасный процесс, которым можно себя занять дома и в других местах. Так почему не всегда мы сталкиваемся с, особенно у школьников, позитивной, положительной реакцией на чтение? Я думаю, здесь две причины. Первая физиологическая, потому что сейчас в эпоху прекрасного искусственного интеллекта и прекрасного интернета мозг человека привыкает получать очень быстрые дофамины. То есть, когда ты смотришь, когда возникает кликовое мышление, когда это упростило все процессы восприятия, внимания и так далее. Это нехорошая дорожка с этой точки зрения. А вторая история, которая, мне кажется, более важна, потому что мы можем ее точно изменить, это формирование негативной привычки, за которую мы в ответе взрослые. Посмотрите, что тебе задали на лето, ты почему не читаешь? А ну-ка, иди читай. Тогда, когда вы человека заставляете что-то делать, это никогда не станет радостью. Поэтому все, что сделано из-под палки, сделано плохо. И нам это нужно точно запомнить. Учителям, взрослым и всем остальным. Когда книга в радость, когда книга – это привычка, когда книга – это совместная деятельность, то тогда, в общем-то, мне кажется, никакой искусственный интеллект и никакой интернет нам совершенно не затмит эти вещи. Давайте обратим внимание, а мы-то читаем. Ребенок никогда не будет переходить дорогу на зеленый свет светофора, если вы говорите ему об этом, а сами перебегаете на красный. С книгой примерно такая же история, 100%. То есть, насколько я понимаю, любовь к чтению у ребенка – это результат процесса совместного, который ведет и родитель, и школа. Родители, начиная с того, что читают книги своему ребенку, школа, потому что она раскрывает для него интересы. Конечно, да, да. Книга – это целый мир. Это удивительная, невероятная история. Мне нравится, как Джоан Роллинг говорил о том, что, может быть, я и не верю, может быть, я не верю в ту магию, о которой я пишу, это про Гарри Поттера, но я точно верю в магию тогда, когда люди читают эти книги. Книга делает нас лучше, книга открывает нам невероятный мир и развивает нас. Это мы должны с вами четко знать. Но вы абсолютно правы, начинается это все с самого начала. Тогда, когда мы читаем своим детям. Потом, хорошо, если мы это обсуждаем, если мы можем в это поиграть. Если вот этот вечер, когда мама или папа или бабушка читают книгу, и вот будет сейчас продолжение сказки, дети ждут полдня, вот когда это вот действительно какой-то подарок и какая-то награда. Не шоколадка, а прочитать вместе книгу. Тогда, когда они начинают уже читать вместе, попросите почитать бабушки. Сделайте, наоборот, почитать свои кошки любимые или свои любимые игрушки. Поиграйте в это. Смотрите вместе экранизации для того, чтобы сравнить, как сняли этот фильм, потому что это очень интересно, кинематограф прекрасен, и есть тоже целое направление психологии с этим связано. Сравните книгу и то, что сняли. Поиграйте в книгу. То есть это все совместная деятельность. И это должно быть в удовольствии. Но прежде всего взрослому человеку, если вы не хотите, если вам не нравится, сформируете привычку читать у самого себя, и тогда вашему ребенку вам не нужно будет это объяснять, потому что он будет к этому тянуться. Как говорится, начните с себя. Сто процентов. А литература бывает разная. Как художественный жанр, художественные книги влияют на психику ребенка? Что они формируют у него в первую очередь? Прежде всего они формируют у него мышление и ту самую креативность, которую потом почти каждый работодатель требует от своего сотрудника. Почему? Потому что когда мы смотрим, например, фильм, у нас очень узкий коридор для включения мышления и воображения. Нам как будто все уже показали. Мы можем эмпатийно туда проникнуть, мы можем что-то там посмотреть, синтез, анализ, информация, но это все. Но именно творческое мышление, креативное мышление тогда, когда мы открываем книгу, открывается целый мир, потому что в нашей голове рисуются картины внешности, событий, каких-то фоновых компонентов. То есть мы действительно развиваем мышление, мы делаем его более дискурсионным, то есть рассуждающим. Это концептуальный уже уровень, как говорят физиологи мышления. Ну и плюс, конечно, это память. И самое главное, это социальный опыт. Потому что я открою вам большую тайну. Для нашего мозга все равно. Вы прожили это событие или вы о нем прочитали. Оно откладывается, да, в копилку социальной памяти и формирует тот самый социальный интеллект, о котором сейчас все говорят. Не только важно уметь считать и писать, важно понимать, как устроены взаимоотношения людей. Важно понимать, где добро и где зло. Важно уметь принимать правильные решения и вот сформировать то самое морально-нравственное сознание не может ничто другое так хорошо, как правильная книга. И самое главное после этого живое обсуждение с эмоционально близким человеком. Поэтому важно, когда мы можем разговаривать с родителями, и важно, если у нас очень хороший учитель, который тоже готов говорить про любую книгу. А еще, пожалуйста, такое правило. Никогда не заставляйте детей дочитывать книгу, которая ему не зашла, как они сейчас говорят. Она мне не понравилась. Это то же самое, что, что значит, ты не хочешь кушать? Да, ешь. Я для чего тебе готовила? Да, но это же ужасная история. Нельзя, книга может не понравиться, ее не надо дочитывать. Он потом также объяснит это в школе и скажет, ну вот это мне понравилось больше, и я прочитала еще вот и вот это. Я хочу об этом рассказать. То есть вот это тоже важный момент. Может ли какая-то книга или какой-то определенный жанр повлиять на ребенка, на его будущее, на то, кем он станет через несколько лет? Конечно, конечно, обязательно. Это, в общем-то, так и происходит, потому что он видит разные социальные истории, разные дороги, в том числе профессионального развития. И вы знаете, очень интересно, было же очень много исследований проведено, и вообще есть в психологии целое направление, которое называется библиотерапия, когда происходит психологическое лечение с помощью книг. То есть не только формирование какого-то мировоззрения и профессиональной дороги, а формирование личности происходит через книги. И формирование ресоциализации, например, у осужденных, тоже есть, как вот библиотерапия. И здесь даже не то, чтобы какую-то книгу стоит дать, стоит посмотреть, а что он читает. Он читает Майнрида, ему нравятся авантюризмы, приключения, он читает Шерлока Холмса, огромное количество следователей, например, с которыми я взаимодействую, это люди, которые обожали детективы, они читали и наши зарубежные издания, и это было то, чем они зачитывали с детства. Обратите внимание, что читает ваш ребенок, или он читает сказки, им очень нравятся, рассказывает истории, мифы, Древней Греции и так далее. Про что он больше? Ну и, конечно, каждая книга, знаете, это в каждый сенситивный период. И вот, например, подростковый период, когда детям очень сложно что-то объяснить, и им кажется, что все так вокруг устарело, что мама и папа никогда первый раз не влюблялись, и они уже такие старые, что совершенно не могут дать никакого правильного совета, тогда можно дать правильную книгу про любовь, про дружбу, про взаимоотношения, про то, как почувствовать себя в коллективе своим, про какие-то вот эти социальные вещи. И там огромное количество ответов, которые не надо проживать, и там большое количество ошибок, которые не надо проживать самому, а можно обсудить, когда ты уже как будто это прожил вместе со своим героем. Это на самом деле еще и про безопасность. Хотелось бы продолжить эту тему. Есть еще некоторые вопросы, но, возможно, в следующую встречу. Хорошо. Пойдем почитаем. С удовольствием.